Так, да, Дима вот решил кресло свое почистить. Только вот здесь все равно вот эти кошачьи волосы, конечно, это уже щеткой отдельно надо будет. Пена, конечно, у тебя вон и снизу упала, смотри, ты накапал. Это же для ковра пена, в принципе, поэтому ты ее просто главное тоже потом водой обычной все это сотри. Рассказываю Димону, в общем, вы знаете, да, это фаберликовское средство. Я рассказала Димону, как все сделать, то есть Дима все сделал, вот, ждем сейчас. Так, вот здесь, я думаю, можно еще чуть-чуть. Тут пена, кстати, довольно много осталось, надо обратить внимание. Вот здесь у тебя, чтобы все ровно было, хоть тут вроде и чисто. Ну вот, 15 минут, в общем, надо держать. Вагона получается. Вагона кресла? Ну все, иди руки мой. Нет, а ты еще будешь чистить? Нет, ну вот тут. А, вот, а потом ты вот это вылей, обязательно не оставляй. И руки помой с мылом. После чего минут через 15 уже где-то все, обычную воду сюда налей тогда в ведро. И, да, и берешь как бы обычную воду, набираешь побольше, вот так все это стираешь. Посмотрим, как оно будет. Должно быть хорошо. А ковер уже, в принципе, сейчас можешь протереть. Хотя, а ладно, пусть почистится пятнышком. Да, забавно. В общем, вышли мы в магазин снова, ну естественно. Снова. Каждый день по два раза уходим. Все кончается быстрее, чем покупаем. Вот, и сейчас такое, знаете, солнышко. Никого нету. Пока идем в магазин смотрим. Никого нет. Ну так, ну как никого, вот идет человек. Ну, в принципе, в большинстве своем никого нет. Вот, я начинаю уже привыкать к этому. Рома такой, непривычно так, я говорю. А мне уже, когда вот привычно, я уже как-то привыкаю. Ощущение, что, ну как бы так и должно быть. Я говорю, как бы потом опять назад перепривыкать не пришлось. Серьезно вам говорю. Такое, как вот естественное ощущение, что как будто так и должно быть. Вот как будто так и должно быть. Что никого нету. Ну, такие дела. Ну, хоть вот до магазина пока идешь. Прогулочка такая приятная. Машина, кстати, ездит интенсивно достаточно. Вот. Машин не намного меньше. Не намного, абсолютно. Вот эта дорога примерно по такой интенсивности и была. Все на машину надвигаются. Так что, прогулочка до магазина у нас такая, в общем-то, приятная. Солнце, потому что, хотя день сегодня холодный сам по себе. Вот. Эту камеру включили, то этого не солнца не было, и ветер был. Ну, типа, да. Нет, я когда начала включить камеру, уже было солнышко, потому и захотела, как бы, вас тоже включить, показать вам кусочек солнышка. Как мы еще живы? Такие, смотрите. Смотрите, качели пустые такие. Никого нет. Мы же идем по перекрытой территории. Здесь везде вирусы бегают, короче. Там могут где-то порошно ударить. Ну, с собачками вот. Иногда ходит кто там, тоже песик, по-моему, бежит какой-то. Ладно, в общем, пока отключаемся. В магазине включусь. Так, короче, в магазине я таки забыла включить съемку. Но, тем не менее, покажу вам небольшие покупки, которые были сделаны. В общем, вбили лазаньи с копченым окриком и сыром. Мираторка вот такая вот. Какое-то такое изделие кулинарное мясо, содержащее. Вот. Значит, идет акция за, ну, 2 199 рублей. Так обычно одна столько стоит. Вот. Ну, 1 плюс 1, короче говоря. Творожный сыр. Ну, 2 мы взяли. Одну сейчас Дима будет есть, пообедать. Что ты там, Диман, вычитываешь? Как готовить, да, наверное? Творожный сыр. Зелень, значит, большая упаковка. Такая вот. Это Хохланд. Так, дальше, дальше. Это Хохланд тоже вбили. Там же вот такое мороженое взяли. Вкус чизкейка и лаванды с ежевичным соусом. Вау. Тоже 2 штуки. Я, честно говоря, не знаю, что по цене. Вот это, по-моему, стоило 134. У меня чека нет. Я одна снимаю, поэтому ничего не могу сказать. В общем, мороженое даже я и не помню, сколько оно стоило. Абсолютно не помню. Так, сырчик, по-моему, по 29. Вот такой вот карат с луком для супа. Плавленый. Пельмени. Домашние, традиционные. А, из отборного. А-а-а! С дырой взял, посмотрите. Выбрал с дырой опять. Либо, конечно, ну, вряд ли сумки это продырявилось. Может, там должно быть, да? Нет, конечно. Взял с дырой. Потому что, ну, вряд ли, я говорю, там ничего такого не было, чтобы могло так. Дим, так долго открываешь, как будто я не знаю. Сколько там ее по времени надо делать? Пять. Пять? Да. Быстрее, чем толпы. Скажи, как она внутри выглядит. Ну-ка, а запах? Ну, такая она, видите. Ну, какой-то запах есть такой прикольный. Держи. На, иди ставь. Так, в общем, колбасы взяли в батончик. Колбаса вареная, дымов. Я тоже не знаю, что там по цене. Не помню абсолютно. 120, что ли? Нет, 200, не важно. В общем, нормальная цена какая-то. Так, пельмени тоже я не знаю. Это наш папа брал. И поскольку он не хочет снимать, не хочет ничего покажать, я ничего не могу сказать. Значит, огурцы за килограмм 99,90. Так, в общем, в пятерочке взяли вот такой вот хлеб. Я решила вот такой взять. Он там по 19 рублей стоит. Ну, вот в пекарне, в которой там есть пекаренка. И вот он маленький. Вот руки видно, он маленький. Но вначале я хотела обычный взять, но потом я подумала, хочу все-таки какой-то такой. Обычно не хочу. Вот сразу на альгатор, в магазин пойдем, если что-то можно купить. Тем более у нас такого хлеба еще пока немного где-то осталось. Где-то на столе не знаю. Или не на столе. Ну, короче, есть он где-то. Вот. Ну, и значит так. Ну, а рома, как обычно, берет сейчас вот этот хлеб. С чесноком любит именно ржаной по 32 рубля. Дальше. Что еще, что еще вам показать? Яблоки. Я решила взять яблочки. Они сезонные и за килограмм 99,90. Так. Лук. Вот такой лук взяли. Так. Вот такой вот лук. Что там там сейчас посмотрю? Значит, за килограмм 47,90. Так. Картошка стоит за килограмм 20,90. Пакет набрали. Суп хочу все сварить. Надо все все делать. Вот. Так. Что еще? В пельмени, кстати, две упаковки. Вот еще одна. Прог. Так сказать. Ну, это на обед помимо супа. То есть, когда суп закончится, будем есть пельмешки. Почему? Покажи. Как она выглядит. Ну, покажи на камеру. Вот так она приготовилась. Не знаю, пробуй, нормально ли она доделалась. Ну, в плане не холодная. Вот. Так. Муж взял кетчуп. Хайнс. Томатный. Не знаю, это уже за сколько. Красиво. Пожалуйста, Дима. Ты попробуй. Может, она еще не догрелась. Так. Закуска из баклажана с печеным перчиком. Обломов. Ресторация. Вот такой вот. Не знаю. И выглядит вкусно. Я и так люблю, знаете, с хлебушком муж такие поесть. Или же, ну, там, макароны. Вот. Я макароны не ем. Вот. А сын, когда сыну готовлю. Муж тоже макароны не любит. Но вот когда сыну готовлю, то добавляю. Очень вкусно получается. Так. В белье он на лукашку взял. Тоже не знаю ничего по цене. А вот обломов стоил 69. В общем, лайм, мята. Такое пиво. И вот такое клеверское светлое. Тоже не знаю, что по цене. Говорит прям лучшее при лучшее. Хоть и бюджетное. Так. Ну, последнее. Сейчас что-то тоже какая-то цена хорошая. А, 134 рубля. Вот. Четыре капли. 20 штук. Ну, хорошая марка, известно. Вот такие вот покупочки. Больше, в принципе, ничего не дам. Они были небольшие. Это чисто скорее докупка некая. Сколько мы отдали в целом? Ну, в белье, получается, мы оставили 1527. Но не считая пива. Потому что ром отдельно оплачивал там по карте. Поэтому. Что-то, по-моему, 115, кстати, было на пиво. И что-то 140. Не помню. А в пятерке. Сколько в пятерке тоже. Я уже даже вообще как-то не зафиксировала, сколько у нас. Ну, это легко посчитать. Хлебки, да. Там 32,99 каждый. Здесь 19,90 тоже, по-моему, там. И все. А, ну и вот это по 134. Ну, так-так. Посчитайте. Вот, ладно. Пойду дальше заниматься. Дело какими делами. Дома уже, да. Дома уже, да.